Ребята, всем привет! Ну что же, сегодня мы с вами переходим к разбору 10 урока задания первое. Итак, артисты учатся в школе. Вы должны посмотреть и сказать, что они умеют делать. Например, что умеет делать обезьянка, тигренок, лисичка и так далее. Обезьянка, she can draw, она умеет рисовать, да, draw, рисовать. Далее, лисичка, по-моему, лисичку Бетси зовут, или вы можете сказать просто she. She can read, она умеет читать, или вместо she можно также сказать the fox, the fox, лисичка, the fox. Далее, the tiger, the tiger can write, figure умеет писать, write. И the parrot, попугай, the parrot can count, can count, он умеет считать. Окей, ребят, ну что же, мы с вами переходим ко второму заданию. Итак, ребята, вы должны послушать разговор и сказать, что вы о нем, о новом месте, узнали. Ну, разговор был следующий. Мишка говорит, hello, Mr. Lion, I'm a bear. Hello, Mr. Lion, I'm a bear. Здравствуйте, Mr. Lion, я Мишка. Hello, отвечает Mr. Lion, да. Здравствуй, да, привет. What's your name? И Мишка отвечает, что my name is Billy. Мое имя Билли. Далее, Mr. Lion спрашивает. How old are you, Billy? Сколько тебе лет, Билли? И Билли отвечает. I'm seven. Ему семь. Can you read, спрашивает Mr. Lion. То есть, ты умеешь читать? Мишка отвечает, no, I can't. Не умею. Далее, Mr. Lion спрашивает. Can you write? Умеешь ли ты писать? И Мишка отвечает, no, I can't. Нет, я не умею, да. No, I can't. И далее, Mr. Lion, да, спрашивает. Can you count? Ты умеешь считать? И Мишка отвечает, yes, I can't. Yes, I can't. И Mr. Lion отвечает что-то вроде, well done, Билли, молодец, Билли. Окей. То есть, что вы узнали о нем? He is, his name is Billy, его зовут Билли, he is seven, ему семь лет, he can count, он умеет читать, he can't read, and he can't write, он умеет читать и писать. Ребята, ну что же, а вы должны разыграть с одноклассником по разговору между учителем и учеником, используя модель. Что это за модель? Что должно быть на первом месте? На первом месте должно быть слово can. Can you? Write, например, ты умеешь писать. Или вместо слова write может быть любое другое слово. Это read, читать, count, читать. И отвечаете, yes, I can't. Yes, I can. Да, я умею. А если вы не умеете, вы отвечаете, no, I cannot. Нет, я не умею. Хорошо. Ребята, ну что же, а мы с вами переходим к следующему заданию. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал. И, конечно же, не пожалеете, поставьте лайк этому видео. Я стараюсь каждый день для вас. Итак, вы должны посмотреть на картинку к упражнению и назвать цифры, которых там нет. Картинка к упражнению 1. Каких тут нет цифр? 1, 1 нету, 2 есть, 3, 3 нету, 4 есть, 4 есть, 5, 5 нету, 6 нету, 7, 8 есть, 7, 8, 9 нету, 9, да, и 10 есть, 10, да. То есть 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 9, 9, вот этих, 4, 5. Хорошо, ребята, ну что же, задание номер 5. Вы должны расспросить одноклассника о том, что он умеет делать и рассказать об этом вашему классу. Например, вы можете, ну, любой вопрос, умеешь ли ты, мы начинаем со слова can you. Can you swim, например, Kate? Ты умеешь плавать, Kate? И она должна ответить, либо yes, I can, либо no, I can't. Или бы да, либо нет. Can you dance? Ты умеешь танцевать? Can you, например, play the guitar? Умеешь ли ты играть на гитаре? Или can you play футбол? Умеешь ли ты играть в футбол? И так далее, ребята. Вот примерно такие вопросы, которые начинаются со слова вспомогательного глагола can. Ну что же, следующая у нас буковка i, буковка i, и перед тем, как вы услышите рифмовку, давайте посмотрим на правила. Буковка i читается по-разному, как i, может как i, например, five, tiger, not, is, big, his, aris. То есть, от чего это зависит, я вам сразу скажу, это зависит от того, что стоит после буквы. Если стоит согласная плюс гласная, тогда мы читаем эту букву как i. А если стоит просто согласная или две согласных, тогда читаем как i. Ну и стихотворение было, ребята, следующее. То есть, spring is coming, весна приходит, warm and nice, теплая и хорошая. ice is melting, лед тает, ice is melting, лед тает, poor ice, бедный лед. Ребята, ну что же, на этом все. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь и переходите на разбор 11 урока. Всем счастливого, удачи вам, всем пока.